Приветствую вас на канале Авиадизастерс. Сегодня мой рассказ о катастрофе транспортного самолета Ан-12Б, бортовой номер СССР-10232, авиации Советского военно-морского флота, которая произошла в субботу 4 августа 1984 года в районе Навабшаха, Пакистан. При этом погибли 24 человека. На борту находились 9 членов экипажа и 15 пассажиров. В качестве пассажиров в основном был технический состав группы обслуживания самолетов Ил-38, которые несли боевую службу в Северном океане и в Средиземном море и летели по замене домой. Ан-12 был из 327-го отдельного транспортного авиационного полка аэродром базирования Остафьева, Москва. Привожу некоторые данные по самолетам Ан-12. Всего выпущено около 2000 машин разных модификаций. Ан-12Б отличается усиленным центропланом и увеличенным до 19,5 тонн с запасом топлива. По состоянию на 2021 год в общей сложности в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 244 самолета. Ан-12 пытались угнать два раза. При этом погибло 26 человек. Всего в происшествиях погибло 1936 человек. Эксплуатируется более чем в 20 странах. Китайская версия Ан-12 Шангси Y-8, а модернизированная Шангси Y-9 выпускается до сих пор. Гибель самолета и его экипажа и пассажиров произошла в период холодной войны между СССР и США. Холодная война уносила все больше жизней с обеих сторон. О этих жертвах не принято было говорить и все случаи гибели в результате авиационных инцидентов всячески замалчивались и вносились в секретный бюллетень службы безопасности полетов ВВС по авариям и катастрофам военной авиации СССР. Зачастую причины гибели экипажей искажались командованиями и были далеки от истинных причин авиационных происшествий. Что же тогда произошло с самолетом Ан-12 Б бортовой номер 10-232 вы узнаете из этого ролика. Трагедия разыгралась в небе Пакистана в день очередной смены авиагрупп самолетов Ил-38 противолодочной авиации ВВС СССР после решения задач боевой службы в Индийском океане. Группа авиационно-технического обеспечения во главе со старшим авиагруппой командиром отряда майором Середином возвращалась на родину на военно-транспортном самолете Ан-12 по маршруту Аден-Караши через Афганистан. Из Союза в Южный Йемен Ан-12 летел также через Караши. В Караши производилась дозаправка транспортного самолета топливом. В тот день, 4 августа 1984 года Ан-12, бортовой номер 10-232, после дозаправки топливом на промежуточном аэродроме и взлета с Караши, в Ташкент не прибыл. Обстоятельства авиакатастрофы из официальной версии. На высоте 5800 метров самолет попал в сильную турбулентность «Град», который разрушил обтекатель антенны РЛС и пробил масляные радиаторы двигателями. Масло стало вытекать, и все четыре двигателя потеряли мощность. Двигатели номер 1 и номер 3 выключили, а номер 2 и номер 4 работали в режиме малого газа. При аварийном снижении лимиты скорости и нагрузки были превышены, и самолет разрушился в воздухе через 45 минут после взлета. Погибли 9 членов экипажа самолета и 15 пассажиров, среди которых 11 военнослужащих войсковой части 40745. Авиагарнизон Скулты тяжело пережил гибель наших ребят. Трагедия могла бы унести на 6 человек больше. Дело в том, что экипажи боевых самолетов Ил-38 на перелеты Скулты-Ташкент-Аден и обратно, дополнительно брали на каждый борт по три техника. При решении обычных задач технический состав при необходимости перевозили на транспортных самолетах. Но исходя из условий ведения боевых действий в зонах, где экипажи несли боевую службу, а также учитывая опыт Великой Отечественной войны, часть техсостава перелетала со своими боевыми экипажами и остались живы. Так что нашим техникам доводилось видеть авианосца и другие цели вживую. После таких уроков молодых лейтенантов не нужно было долго убеждать в необходимости качественной подготовки самолетов к полетам. Для полного понимания и оценки события 4 августа 1984 года следует обязательно вспомнить исторический фон, на котором советские экипажи решали задачи боевой службы и попытаться не согласиться с официальной версией трагедии в небе Пакистана. Старшее поколение помнит, время было напряженное. Это был разгар холодной войны. В феврале 1979 года США были выдворены из Ирана, откуда НАТО контролировали южные территории Советского Союза. Противостояние между СССР и Западом доходило до открытого противодействия. В Афганистане, по большому счету, шла война между СССР и США, и весь регион Ближнего и Среднего Востока был фактически прифронтовой зоной. Пакистан, как известно, выступал на стороне США, но давал разрешение на пролет транспортных самолетов СССР на определенных условиях. После посадки из самолета могли выходить командир со штурманом, которые в сопровождении представителя аэрофлота шли в службу движения для получения информации на дальнейший перелет, а также техник для дозаправки самолета топливом. Под самолетом всегда стояла вооруженная пакистанская охрана. Пассажиры не имели права покидать самолет и зачастую в полетной документации не указывались. СССР начали контролировать деятельность США в зоне Индийского океана на постоянной основе еще до начала войны в Афганистане. США в то время доминировали в Египте и угрожали Ливии. В Ливане была развязана гражданская война, готовая перерасти в серьезный региональный конфликт. Шестой флот США наращивал свою группировку в Восточном Средиземноморье. Создавшейся ситуации Ливия попросила помощи у Советского Союза, и она была оперативно оказана. Напряженность в отношениях СССР и США росла. Но вернемся к версиям катастрофы Ан-12. Из воспоминаний летчика-снайпера, командира 145-й отдельной противолодочной авиационной эскадрильи, аэродром Скулты-Ридер, подполковника Гущина Николая Васильевича. Ветераны 145-й отдельной противолодочной авиационной эскадрильи до сих пор не верят в версию о граде, ставшем причиной катастрофы самолета, которую комиссия якобы нашла в створках масло-радиаторов двигателя Ан-12 через двое суток в 50-градостную жару. Другой довод. Это какую же вертикальную скорость надо иметь, чтобы на снижении сознательно превысить максимально допустимую скорость полета и разрушить прочнейшую конструкцию Ан-12, если командир даже по каким-то причинам принял решение совершить экстренную посадку вне аэродрома. Официальная версия хорошо подходила только для того, чтобы не испортить дипломатические отношения с Пакистаном, чтобы он не закрыл коридор для пролета транспортных самолетов, который оставался единственным на тот период не только для перебазирования авиагрупп техобслуживания из Ташкента в Южный Йемен, но и решения других задач. С точки зрения защиты государственных интересов политическая целесообразность имела и имеет право на жизнь. Так было надо для пользы дела. Однако наша практика эксплуатации авиатехники в экстремальных ситуациях во всем диапазоне допустимых высот и скоростей дает право на сравнительный анализ близких по типу самолетов. Имею личный опыт попадания в Ливневый град на Ил-38. Турбовинтовые двигатели аналогичны двигателям Ан-12. В начале лета 1984 года на маршруте Калининград-Рига-Скулты удары по планеру были слышны в кабине. Ситуация сложилась довольно сложная, но двигатели были переведены на номинальный режим, взлетный не потребовался и работали устойчиво. После посадки обнаружили, что обтекатель антенны РЛС стал похожим на дуршлаг, но сама антенна не пострадала. Есть также личный опыт внезапного попадания в зону мощнейшей турбулентности в Средиземном море в 1971 году, когда я летал в Египте. После выполнения задания парой возвращались на базу при ясной погоде. На экране локатора все было чисто, а в дымке визуально просматривалась береговая черта. На снижении на высоте 5300 метров попали в такую болтанку, что казалось отваляться консоли вместе с двигателями. Приборная доска так вибрировала, что трудно было определить показания приборов. На приборах скорости и в ориометрах стрелки просто прыгали из одного показания на другое. Авиагоризонт также вытворял чудеса. Оставалось согласно инструкции держать штурвалы в нейтральном положении. Горизонтальный управляемый полет мы перешли только на высоте 3800 метров. Конструкция планеров выдержала такой удар, а вот некоторое оборудование внутри фюзеляжа и особенно хвостовой части было сорвано с мест крепления. Такого не было ни прежде, ни потом. Так мы узнали о турбулентности ясного неба. Приведенные примеры дают повод усомниться в том, что причиной катастрофы Ан-12 стали град и турбулентность, так как самолет был крайне надежным, с чрезвычайно крепкой конструкцией планеров. Кроме того, сейчас уже можно сказать о том, что из первой неофициальной информации о причине авиакатастрофы я как командир узнал, что по свидетельству очевидцев местных жителей, самолет, когда вывалился из облаков, горел и разваливался на куски. Советских представителей на место происшествия не допускали около двух суток. Теперь самое главное. На причины катастрофы самолета Ан-12 с группой майора Середина проливает свет свидетельства Сергея Еремкина. Он чудом избежал гибели в той катастрофе. Судьба. Из его воспоминаний. Когда в эту злополучную командировку планировался личный состав, старшим группой инженерно-технического состава был запланирован я. Я начал контролировать подготовку авиационной техники и имущество, также комплектование ЗИП. До сих пор не знаю, по какой причине и кем, но меньше чем за месяц до вылета авиагруппы в Элянат меня заменили и основным старшим группы назначили из резервного состава Юру Цепелева. Я прекрасно понимал, что волею судьбы остался жить. До сих пор не знаю, кто мой благодетель. Но легче на душе мне от этого понимания тогда не стало. Нет этого и сейчас. После похорон ребят на гарнизонном кладбище, на поминках летной столовой я, честно говоря, напился. Тогда я с семьей жил в городе. Не помню, как в таком состоянии добрался домой. В 1994 году я был назначен начальником 479 летающей лаборатории инструментального контроля ВВС Балтийского флота. Был участником расследований катастроф. Проходил специальное обучение в 13-м научно-исследовательском институте ВВС в городе Люберцы и смог ознакомиться с секретным бюллетенем службы безопасности полетов ВВС по авариям и катастрофам военной авиации СССР за 1984 год. Вот что мне удалось выяснить. После катастрофы самолета Ан-12 к месту падения был допущен только один представитель госкомиссии, маршал авиации Пстыго, в то время начальник службы безопасности ВВС страны и только на третьи сутки со времени катастроф. Что может один маршал без специалиста и вспомогательного персонала? Что он может сделать на месте катастрофы воздушного судья? Ничего. Я лично принимал участие в расследовании двух катастроф самолетов Су-24 морской авиации Балтийского флота, начиная с места крушения и до озвучивания причин катастроф. Скрупулезная работа многих десятков людей по сбору обломков, их топографической привязки, идентификации останков – это адский труд, физический и интеллектуальный. Иногда от качества этой работы напрямую зависела объективность выводов комиссии. Почему допустили только одного, самого бесполезного с точки зрения компетентности работы и поиска информации на месте крушения специалиста? Ответ и вывод только один – было что скрывать. По характеру повреждений на обломках планера самолета можно было безошибочно установить, было ли воздействие на элементы конструкции извне, высокая температура, ударная волна, осколки и т.д. Или не было. За трое суток можно подчистить не только место крушения, но и перенести место крушения в другой район. Однако пакистанская сторона, видимо, не особо заморачивалась в этом плане. Либо технические возможности пакистанской стороны в условиях высокогорья и бездорожья не позволяли это сделать. Маршалл зафиксировал, что хвостовая часть самолета Ан-12 находилась на расстоянии более 1 км от местонахождения основной части фюзеляжа с кабиной и центропланом. Поэтому комиссия установила и зафиксировала факт начала разрушения самолета еще в воздухе. Расшифровка переговоров внутри экипажа прилагалась. Я ее читал. Самолет действительно зашел в грозовую облачность и пытался обойти ее по высоте и месту. Град был. По поводу причин выключения силовых установок и самому факту выключения ничего внятного в расшифровке я не нашел. Двигатели были переведены на малый газ. Самолет снижался. В переговорах мат и выкрики. Но по лексике не паника. На высоте около 900 метров переговоры резко прекращаются. Комиссии сделан вывод, что в этот момент самолет разрушился. Данные расшифровки магнитных носителей МСРП-12 к материалам приложены не были. Наложить их по времени на переговоры возможности не было. По имеющейся методике 13 НИИ РАД ВВС, используя немногочисленные представленные в секретном отчете объективные данные, я еще в 1994 году произвел расчет скорости снижения и соответственно перегрузки. Результат. Самолет Ан-12, летевший на крейсерской скорости на высоте около 6000 метров, при останове двух силовых установок и флюгировании их винтов, при переводе двух других силовых установок на режим малого газа и начавшее экстренное снижение с высоты 6000 метров до 1000 метров, даже по самой крутой траектории не мог ускориться до скорости выхода на предельно допустимую перегрузку. Более того, в общих технических требованиях ВВС реальная прочность планера военно-транспортных воздушных судов, заложенная на проектирование и изготовление воздушного судна, превышает допустимую указанную в инструкции летного экипажа в полтора раза. Простым языком, при выходе самолета на предельно допустимую перегрузку, самолет разрушиться не может. Деформация – да, потеря управляемости скорее – да. Выход на режим сваливания возможно, но разрушиться в воздухе он не мог, если этому разрушению не помочь издне. То, что самолет АН-12 в момент разрушения не пикировал, а находился в относительно пологом снижении, свидетельствует и тот факт, что на месте катастрофы хвостовая часть фюзеляжа самолета находилась на расстоянии более 1000 метров от центра плана. Это возможно только тогда, когда горизонтальная составляющая скорости снижения самолета в момент начала разрушения планера больше ее вертикальной составляющей. Примерно через 4 месяца после этой катастрофы я с группой ИТС-145 отдельной противолодочной авиационной эскадрильи на самолете АН-12 ВВС Балтийского флота летел по маршруту Ташкент-Караща-Эль-Анат. Пассажиры в АН-12 в этих рейсах сидят в кабине экипажа. Над местом крушения наших ребят мы все прильнули к иллюминаторам. Видимость была, как говорят, миллион на миллион. Что я лично увидел? Горную местность, но ее почти прямо с небольшими извилинами прорезала русло реки с пологими и широкими ровными берегами. Это было очень хорошо видно. В критической ситуации командир мог бы совершить грубую, но посадку на русло или берег этой реки. Но судя по всему, командиру Астафьевского АН-12 такая возможность не представилась. Почему утверждаю, что была совершена диверсия? Отвечаю. У самолета АН-12 при тех параметрах полета разрушиться фюзеляж в полете физически не мог. При ударе самолета о землю хвостовая часть фюзеляжа, даже если была бы оторвана от основной части фюзеляжа и центроплана самолета, находилась бы рядом максимум в десятках метров от места разброса основных обломков, но не на удалении более тысячи метров. Повреждение сот воздушно-масляных радиаторов градом при работающих двигателях АИ-20М мягко говоря спорно, а версия об якобы обнаруженном льде в сотах воздушно-масляных радиаторов двигателей полная чушь. И не только потому, что температура воздуха в районе крушения в августе превышает 40 градусов, а соты радиаторов для осмотра были предъявлены советской стороне только на третьи сутки. В декабре 1984 года, после посадки в Карачи, я более внимательно смотрел, что происходит под самолетом Ан-12. Из самолета вышли только командир, штурман и бартехник. Командир и штурман убыли за условиями, бартехник стал ждать ТЗ, топливозаправщик. Под самолет сразу был выставлен часовой с винтовкой времен Первой мировой. Он стоял и ходил галсами в 10 метрах позади фюзеляжа самолета. Подъехал ТЗ, бартехник подсоединил рукав и начал осуществлять контроль заправки. В это время водитель ТЗ ходил под плоскостями самолета, переходил под рампой с одной стороны на другую практически бесконтрольно, так как бартехник был занят заправкой, а другие члены летного экипажа Ан-12 сидели в самолете. С учетом того, что во время войны в Афганистане в июне 1984 года в Афганистан через Пакистан были доставлены первые ПЗРК «Стингер» и отсутствие контроля во время дозаправки самолета, предполагаю. Во время дозаправки самолета Ан-12 в Карачи в районе створок рампы хвостовой части фюзеляжа было установлено взрывное устройство с часовым механизмом. Исполнитель, водитель топливозаправщика или его сопровождающий. Возможно, что диверсия была спланирована и проведена спецслужбами США в обход пакистанских спецслужб. По сценарию, время взрыва, скорее всего, было рассчитано и установлено в механизме так, чтобы подрыв взрывного устройства произошел на большой высоте над горной местностью в небе Афганистана. Тогда разрушение самолета в воздухе и его гибель объяснялось бы просто попаданием «Стингера», выпущенным маджахедами по самолету. Тем более, горизонтальная дальность прицельного пуска ракеты у ПЗРК «Стингер» около пяти тысяч метров. С учетом горной местности превышения тысячи метров над уровнем моря, вот и досягаемость поражения самолета, летящего на барометрической высоте, шесть тысяч метров. Вмешалась природа, мощный грозовой фронт. Командир экипажа стал пытаться обходить его по высоте и по месту. Именно из-за этих потерь времени при попытках обхода грозовой облачности самолет не успел выйти из воздушного пространства Пакистана. Пошло не по сценарию спланированной диверсии. Самолет упал в Пакистане, хоть и совсем рядом с афганской границей. Пакистан заявил о крушении советского самолета с диверсантами, так как пассажиры в документах не значились. Далее СССР попытался сохранить свое лицо, что и было сделано к глубокому удовлетворению сторон. Советский Союз не объявил о теракте и обнарудовал удобную всем причину катастрофы. Взамен Пакистан разрешил Союзу продолжать полеты с посадкой на дозаправку в Карачи, но уже официально с пассажирами на борту. Вывод. Суммируя и оценивая все доводы, считая, что 4 августа 1984 года самолет Ан-12 был уничтожен. Все погибшие награждены боевыми государственными наградами. Майор Середин – орденом Красного Знамени. Остальные офицеры и старший прапорщик Андреев – орденами Красной Звезды. 8 офицеров похоронены в Риге, а троих военнослужащих по просьбе родственников похоронили в России. Старшего лейтенанта Терещенко и старшего лейтенанта Кочерешко в Тамбове. Старшего прапорщика Андреева в Псковской области, Новорежский район, деревня Задолжье. В Риге покоится майор Середин, капитан Шемунь, капитан Сепелев, старший лейтенант Мишуткин, старший лейтенант Панов, старший лейтенант Стручинский, старший лейтенант Жуков, старший лейтенант Орлов. Светлая память, ребята, и пока мы о них помним, они живы. Друзья, я выпускаю ролики на тему авиационных происшествий времен СССР. В те времена экипажа зачастую комплектовались летным составом разных национальностей, которые выполняли свой долг в интересах на то время Родины. Поэтому прошу проявить уважение к погибшим, соблюдать правила интернет-сообщества и не перекладывать события тех лет в плоскость сегодняшней политической ситуации, для обсуждения которой есть масса других интересных каналов. Будьте сдержаны в комментариях и проявляйте взаимное уважение. Берегите себя на земле, на воде и в небе. И будьте здоровы! Всем добра и до новых встреч на моем канале!